В планах сотрудников школы поездка в кинотеатр в Нефтекамск, посещение бассейна в Николай-Березовке, а 18 июня была организована экскурсия в спортивный комплекс «Альбатрос», где дети не только смогли посмотреть, но и опробовать площадки для игр и тренировок. С 15 июня начал свою работу профильный лагерь спортивной направленности при детско-юнужской спортивной школе Краснокамского района. Заезд рассчитан на 14 дней, который предполагает отдых детей и спортсменов, занимающихся в секции «Дюсаж». Всего 25 человек. Работа построена по плану, в которой включены посещения бассейна, различные мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне, 85-летию Краснокамского района и 80-летию Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». В пляжном футболе спортсмены спортивные... ...этапы кубка, чемпионат Башкирии по лёгкой атлетике и отобрались в сборную Республики Башкортостан на соревнования первого-второго в «Спартаке» от учащихся, который пройдёт в городе Чебоксары. Ну, я занимаюсь лёгкой атлетикой уже 7 лет. Пришёл во втором классе, до этого занимался тейквондо. Мне это очень нравится. Недавно, вчера буквально приехал в соревнование, выполнил первый взрослый разряд. Тут значительно сложнее, ноги сильнее забиваются. Руководство спортивного комплекса «Альбатрос» провели экскурсию по теннисным кортам центра. Воспитанники посмотрели крытые павильоны. Есть 6 площадок с разным видом покрытий, с грунтовым покрытием, с твёрдым покрытием. Также можно организовать игры на футбольной площадке, по пляжному волейболу, по пляжному футболу. То есть полностью детей задействовать. Также имеется полностью инвентарь, то есть ракетки, мячи. Укомплектовано душевыми кабинами, то есть можно сполоснуться, можно отдохнуть. Приезжие игроки играют у нас с Казани, с Ижевской и так далее. Хотелось бы, чтобы были доморощенные местные игроки с Николой Березовским, чтобы было кем гордиться. Все время двери открыты, так что единственное, нужно преподавателям более активно содействовать, обращаться, приводить детей, скажем так, преподавателям и родителям. После активной экскурсии дети отправились на обед с надеждой, что на следующей неделе ещё вернутся в этот комплекс. Продолжение следует...